Она за станком с малых лет. Мама и тетя научили. Навык шитья Аси Цицкиевой пригождается и по сей день. Если в детстве швея лишь подшивала, либо штопала порванную одежду, то сейчас Ася шьет уже по своим эскизам и заодно учит полезному навыку своих дочерей и племянниц. Профессионально заниматься шитьем она начала несколько месяцев назад. В основном заказчики у Аси это пока соседи и родственники. Больше нравятся детские вещи шить. Прикольно. Не знаю почему. Наверное из-за того, что я работаю с детьми. Приходилось, например, сейчас недавно я делала крылышки на 9 мая. Дети выступали. Белый журавлик. И из подручных материалов, из шторок я шила крылышки. Ну, соответственно, в нашей организации дети выступали. И садик тоже попросили меня одолжить. И, конечно же, помогает. Курсы кройки и шитья Ася закончила еще 6 лет назад. Но проделанной работой за это время недовольна. Своей швейной машинки у женщины не было. Приходилось просить у знакомых, либо вообще работать вручную. Благодаря заключенному в соцконтракту в феврале этого года Ася, наконец, купила свою собственную машинку при даче еще и оверлок. А вот можно без машинки шить? Можно. Руками. Кулическом поправить оде. Конечно, долго. И сослаться. Реализация программы соцконтрактов началась в регионе в прошлом году. За это время в Ингушетии заключили больше 5000 соцконтрактов. Программа социальной поддержки населения помогает увеличить доход. Соцконтракт с государством заключает всего на один год. Однако ежемесячно нужно выплачивать налог в размере 4% с дохода. Конечно, я очень рада, что есть такой проект, соцконтракт, который таким людям, наверное, как я, поможет в реализовании своих мечтов. Соответственно, купить, например, сразу же две машинки и еще сопутствующие вещи, аксессуары. Это очень сложно и дорого. Тем более сегодня, на сегодняшний день. И я надеюсь, что многим он поможет. И надеюсь, что в дальнейшем я тоже продолжу работу именно с соцконтрактами. Сейчас Ася постоянно пробует что-то новое в шите. В будущем она планирует перенести свое маленькое ателье из дома в помещение побольше и собрать вокруг себя швейный коллектив. Хава Газикова, Мухаммед Билла, Киев, Новости 24.